И то, что по телевизору, скажу откровенно, те, которые нам только и рассказывают про намаз, закят и пост, вышел один ученый и сказал, «Было бы меньше вреда от них, если бы они обругали нашу мать». Не рассказывают про таугид, не объясняют, кто есть таут, «Было бы меньше вреда от них, если бы они обругали тебя». Рассказывающие вам только про намаз, в то время как вы утопаете в многобожии, «Было бы меньше вреда от них, если бы они обругали ваших родителей». рассказывающий вам про закат в то время, как вы предаете Аллаху сотоварищей, если бы они на ваших глазах искромсали бы ваших детей, они нанесли бы вам меньше вреда. Не знаешь, арабский не проблема, но ведь есть же смысловой перевод Корана. И послушайте Абу Ганзалу. Только Аллах поможет тебе, когда тебе плохо. Кто такие устазы? И я обращаюсь к муфтию. Ты зовешь этих людей в огонь ада. В Аллах это и есть многобожник. Он мушрик. Кто ему верит, ценит его. Кто защищает его и призывает к нему. Они такие же мушрики. Кто такой устаз? Давайте, позовите его сейчас. Вот у тебя проблема, пусть поможет тебе. Аллах в Коране сообщает нам, только он является достойным того, чтобы взвать к нему. Кто всеслышащий? Кто является достойным всякого поклонения? Так, а почему этот муфтий выходит и призывает людей к тому, чтобы взвать ко всяким там устазам? Разве сегодняшние правители не призывают людей в огонь ада? Разве демократия не является ложной религией? Секуляризм и есть безбожие. Не признают Аллаха и издеваются над его аятами. Я отсюда обращаюсь ко всем этим политическим партиям. Не зовите этих людей в огонь ада. Вы обитатели ада. Но этих-то людей не зовите в ад. В Аллахе, кто их поддерживает и следует за ним, являются мушриками. Доводом является Коран. Кому эти люди подчиняются? Разве то, что сейчас преподают, является хорошим образованием? Дети в этих школах растут мушриками. А нынешняя система воспитывает наших детей многобожниками. Что мы признаем, когда мы говорим «Ля иляха илля Аллах»? Кто-то знает это? Говорит я муслим, живет предположениями. Нам приказано отрекаться от таутов. Так кто есть таут? Они лишь следуют за религией своих отцов и защищают ее. В Аллахе, они являются обитателями ада. В Аллахе, такие будут брошены в ад. Брат, кто такой Израиль? Кто такая Америка? У тебя есть такой иман. Разве есть тот, кто искал защиту Аллаха и остался без защиты? Почему эти люди идут к могилам и ищут посредников? О Аллах, даруй мне ради такого-то и такого-то, говорят. Но Аллах говорит «Просите у меня посредством моих прекрасных имен». Уля иляха илля Аллах – прочная основа. А ветви восходят к небу. Клянусь Аллахом, каждый, кто защищает их, какая бы партия ни была, все, что вне твоей религии, все группы, все системы являются ложью. Сейчас мы в испытаниях, как Аллах говорит нам в Коране. Я создал людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись мне. Только Аллах является достойным поклонения. Нет никого достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха. Кто нам дарует удел с небес и из земли? Кто нам даровал зрение и слух? Кто нас создал из небытия? Посмотри на этот виноград. В Аллахе, если вся система соберется, муху не смогут создать. Когда мы открывали Коран в последний раз, В Аллахе, это общество не ценит Аллах должным образом. В Аллахе, они не ценят Коран. Что скажешь, дядя? Разве вы цените? В Аллахе, если бы ценили, не были бы в таком положении. В Аллахе, если бы ценили, только бы Аллаха возвеличивали бы. Встремление лишь к Аллаху помогали бы его религии. И об этом сказано в 7 аяте Суры Мухаммад. Тот, кто поможет Аллаху, поможет его религии и мусульманам, то и Аллах поможет ему и утвердит его стопы. Не будьте рабами рабов. И я никого не опасаюсь. Никого я не боюсь. Мне велено лишь поклоняться одному единственному Аллаху. Все эти дети будут спрошены. Многие нечестивцы, многие мушрики, многие залимы. Открой Коран, почитай. Наш Господь рассказывает нам про нас. Кто станет бояться Аллаха? Тому Аллах дарует способность отличать истину от лжи. Но боимся ли мы? Остерегаемся ли мы? Совершаем ли мы смиренно намаз? Когда мы идем по улице, размышляем ли мы над аятами Аллаха? Нет. Нашей киблой стало мирские блага. Чьей киблой является мирская жизнь? То конец такого человека будет в геенне. Такой маленький желудок у нас. Ну, наша душа нас в пропасть толкает. Истина только лишь одна. Аллах Аль-Хади показал нам уже на прямой путь. Смотри, друг, эта система зовет всех людей в огонь ада. Валлахи, это общество, говорю откровенно, без обид. Валлахи, нечестивцы. Почему? Потому что отвернулись от Кур'ана. Имейте уже совесть. Аллах приславен и превыше всех своих творений. И что получается? Они умнее Аллаха? Или же более милостивы, чем Он? Или более могущественны? Что нам могут дать эти люди? Тогда в таком случае Всевышний Аллах настолько сильно окружил нас своей милостью, Который отправляет нам эти полные облака, дарующие нам пропитание из земли. В чем проблема? Я скажу за себя. Я каких-то два года назад, каких-то два года назад считал себя мусульманином. Просто предполагал. Чтобы вы знали, не принимает Аллах такой иман.